МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам, соединяющим Запорожскую область с Крымом. Владимир Зеленский заявил, сославшись на данные разведки, что Россия готовит теракт на Запорожской атомной электростанции. Конституционный суд России отказывается признать несоответствующей Конституции статью административного кодекса о дискредитации армии. Также сегодня. С 2014 года я систематически, не как журналист, а в 2014 году я как республиканский депутат выступал и продолжаю выступать против политики России в отношении Украины. Алтайский журналист Сергей Михайлов, которого судят по статье о фейках, потребовал привлечь к ответственности тех, кто его преследует, и тех, кто развязал войну против Украины. Минувшей ночью территория Украины вновь подверглась обстрелу ракетами и дронами со стороны России. Удары были нанесены по Харьковской области, Кривому Рогу и Одесской области. Пресс-этажа оперативного командования ЮК ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что три шахеда в Одесской области были сбиты. Еще один дрон повредил складское помещение. Согласно утверждениям российских источников, это был склад боеприпасов. Сегодня же был нанесен удар по мостам, ведущим из оккупированной части Запорожской области в аннексированный Крым в районе Чингара. Там повреждено дорожное покрытие, движение по мостам остановлено. Независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров считает такой удар вполне логичным ходом ВСУ. Вы знаете, тут приходит на ум аналогия с ударами по Антоновскому мосту через Днепр, который связывал, как известно, правобережную и левобережную часть Херсонской области. И эти удары были одним из важных очень факторов, я имею в виду разрушение Антоновского моста, в конечном итоге приведшие к тому, что российские вооруженные силы вынуждены были отойти с правого берега Днепра, что было одним из крупнейших поражений российской армии в прошлом году. Есть два пути снабжения российской группировки в Запорожской и Херсонской областях. Один – это железнодорожные коммуникации, шоссейные дороги, но прежде всего железнодорожные коммуникации через так называемый Керченский или Крымский мост, дальше по железной дороге на Джанкой. И с Джанкой вот через Чангарский пролив, дальше на Мелитополь, вот через Новоалексеевку на Мелитополь. Это один из. Второй – это движение по системе магистрали, так называемому сухопутному коридору. Крым, который связывает оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с Запорожской областью. Речь идет о железнодорожных магистралях Волноваха, скажем, там Мелитополь и так далее. Но эти магистрали находятся уже вблизи, ну практически вблизи зоны наступления вооруженных сил Украины. И я не исключаю, скорее даже уверен в том, что одна из целей наступления, которая сейчас развивается в Запорожской области, и это именно захват, блокирование магистрали, вот эта система железнодорожных магистралей, которые идут в оккупированной части Запорожской области. И если, скажем, эти задачи будут решены, вот две эти задачи, разрушение коммуникации, в том числе и мостов, связывающих полуостров с континентом, и севера, вот те магистрали, которые идут в северной части оккупированной Запорожской области, тогда все, после этого российская группировка в Запорожской и Херсонской областях просто обречена, и в Крыму тоже, потому что без патронов, без боеприпасов и прочего воевать невозможно. Мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. Буквально два дня назад министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у российского командования есть данные о планах ВСУ нанести удар ракетами западного образца по аннексированному Крыму, который Шойгу назвал российской территорией. За такой удар Шойгу пригрозил серьезными последствиями не только Украине, но и странам Запада. По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шедоу». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины. Говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Сегодня состоялось совещание Совета безопасности России, на котором Владимир Путин заявил, что поставки бронетехники в Украину из стран НАТО продолжатся, но в стране исчерпываются людские ресурсы. Ну а Сергей Шойгу привел цифры потерь, якобы понесенных украинскими войсками, начиная с 4 июня. Эти цифры аналогичны тем, о которых говорил Владимир Путин в среду, встречаясь с выпускниками военных вузов. Президент России опять как бы напрягал память, вспоминая эти данные. Оцените путинское примерно 678 бронемашин. На данный момент времени наблюдаем определенные затиши. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери. И в личном составе, и в технике. Тут на вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю, я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, очень являются. Наши мужики наколотили 245 танков противника, и примерно 678 бронемашин разного типа. И, судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения. Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан. Есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить. Конечно, там есть и «Реопарды», есть и французская колесная бронетехника, американские бронемашины. Все есть. Горят за милую душу. Говорил президент России Владимир Путин. Комментируя данные о потерях ВСУ, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что на стол Путину кладут откровенное вранье. Вообще-то Пригожин высказался гораздо грубее. Рассказал Пригожиной о ситуации на фронте. Она тоже в его интерпретации сильно отличается. Снова оговорюсь, что Пригожин находится в жестком конфликте с Министерством обороны России, хотя его ЧВК воюет на стороне российских войск. Отданы противнику огромные куски. Противник идет в сторону Молочного лимана. Если он выйдет на Молочный лиман, то большинство территорий, которые были захвачены во время так называемого СВО, будут возвращены противника. Противник начинает форсировать Днепр. В Голой пристани уже появляются сначала первые ДРГ, а с сегодняшнего дня и регулярные войска. И все это полностью скрывается от всех. Это был владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Замечу, что Молочный лиман, который он упомянул, это побережье Азовского моря в Запорожской области. И хотя Пригожин рисует мрачную для российских войск картину, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC признал, что наступление ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы Киеву. Зеленский объяснил это тем, что российские войска заминировали огромные территории, а приоритетом командования ВСУ является сохранение жизней солдат. Еще одно важное заявление Зеленский сделал сегодня. Он сказал, что Россия готовит теракт на крупнейшей в Европе АЭС Запорожской атомной электростанции. Все в мире, МАГАТЭ, все страны, все лидеры точно знают, что там происходит. Россия использует Запорожскую атомную станцию как элемент своей агрессии. Окупирует станцию. Прикрывает ею обстрелы соседних городов. Держит там оружие и военных. В настоящее время наша разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого. К сожалению, уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ. И то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра. Мы передаем всю имеющуюся нас информацию нашим партнерам, каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, Арабский мир, Африка. Все страны, абсолютно все должны это знать. Международная организация, абсолютно все. Никаких терактов на атомных станциях никогда и нигде не должно быть. В этот раз не должно быть, как с Каховкой. Мир предупрежден. Значит, мир может и должен действовать. Это было заявление президента Украины Владимира Зеленского. Кремль его обвинения отверг. Детали и цели, планируемого по данным Зеленского теракта на ЗАЭС, мне лично неизвестны. Но в контексте катастрофы, связанной с недавним разрушением плотины Каховской ГЭС, к заявлению Зеленского, как мне кажется, нельзя не относиться со всей серьезностью. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 22 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вторая часть выпуска сегодня полностью связана с судебными разбирательствами. Причем я не успею рассказать обо всем, о чем хотелось бы. Накануне вынесения приговора общественному активисту Игорю Барышникову, которого судят по статье о так называемых фейках про российскую армию, правозащитный проект ОВД-Инфо запустил петицию в его защиту. Подробнее о деле Барышникова мне рассказала сотрудница ОВД-Инфо Карина Меркурьева. Уголовное дело в отношении него возникло в мае 22-го года. Это было уголовное дело о фейках про российскую армию. Потом, буквально спустя месяц, появились пять административных протоколов по дискредитации армии. Все они были за посты в Фейсбуке. И, собственно говоря, уголовное дело тоже было за посты в Фейсбуке. До суда дошли только три протокола дискредитации армии. И вот по ним суд ему назначил 30 тысяч рублей штрафом. И буквально через месяц после этого, то есть в июне год назад ровно, 22-го года появилось новое уголовное дело тоже про фейках про российскую армию, но уже с мотивами политической ненависти. И там срок больше в два раза. То есть если первоначально ему угрозило до пяти лет колонии, то уже по новой статье может угрозить до десяти. И там тоже повод — это посты в Фейсбуке. Собственно говоря, один из постов был про остановший крейсер «Москва». И там сообщалось о том, сколько было погибших. И так как у Минобороны постоянно разнились числа, то строится обвинение на том, что вот это недостоверная информация. И было еще про расстрелы российскими военными жителей в Украине мирных. Из интересного, там еще про дискредитацию. Ему вменили пост, где было интервью срочника, в котором он рассказывал о том, что его отправили в Украину. И, собственно говоря, обвинение строится на том, что Минобороны на тот момент, когда пост был опубликован, еще не признавало, что срочников действительно отправляют в Украину. И несмотря на то, что эта информация уже позже много раз подтвердилась, в том числе по официальным источникам, тем не менее, ему вменяют это как дискредитацию армии. Он под подпиской НПСТ находится все это время. Но для него это довольно серьезное испытание в том плане, что он не может проходить лечение. У него во время судебных заседаний обострелось хроническое заболевание. И вот появилось подозрение на онкологию. Из последних данных ему диагностировали опухоль. И нужна срочная операция, которой он не может пройти, потому что он должен находиться по месту жительства. А он находится сейчас в Калининградской области. Он считает, что его дело было сфабриковано, потому что там много несостыковок. И вот одна из таких интересных, мне кажется, деталей. Он рассказывал, что в обвинении есть в том числе показания женщины. Это старшая по его дому, где он живет со своей матерью. Этой женщине на 37-го года рождения. И, собственно говоря, в своих показаниях она говорит о том, что Барышников якобы склонял ее к тому, чтобы она участвовала в политических акциях. И он говорит о том, что это настолько странное обвинение в том плане, что женщина плохо слышит, с трудом предвигается. И если бы он хотел кого-то склонить, то явно он обратился бы, наверное, не к ней. Ну и, насколько я знаю, у него на руках престарелая мать. Да, ей почти 97 лет. Вот как раз через буквально несколько дней исполнится 97 лет. И она признана друженицей тыла. И все преследования, которые происходят с ее сыном, он выходит на акции с 17-го года, так довольно активно. Вот, они довольно сильно отразились на ее здоровье. И сейчас она полностью парализована. Он единственный, кто за ней ухаживает. Но и в целом ее какое-то моральное состояние, она тоже очень сильно ухудшается в связи с этим. Сотрудница правозащитного проекта ОВД-Инфо Карина Меркурьева о деле российского общественного активиста Игоря Барышникова. Суд в Петербурге продолжает рассматривать уголовное дело против художницы Саши Скочеленко, которая прошлой весной меняла ценники в магазине «Перекресток» на наклейки с информацией о войне в Украине. Статья, как вы догадываетесь, фейки о российской армии. В ходе слушаний Скочеленко, у которой проблемы с сердцем, жаловалась на страшную духоту в зале. Сейчас она содержится под стражей. В Костроме по аналогичному обвинению к пяти годам колонии сегодня был приговорен бывший координатор штаба Алексея Навального Александр Зыков. А алтайский журналист Сергей Михайлов, которого тоже судят по статье о фейках об армии за публикации в основанной им газете «Листок», в своем последнем слове потребовал посадить на скамью подсудимых инициаторов его уголовного преследования и людей, развязавших агрессивную войну против Украины. Последнее слово Сергея Михайлова записало издание «СОТА». Да, с 2014 года я систематически и как журналист, а в 2014 году и как республиканский депутат выступал и продолжаю выступать против политики России в отношении Украины. В газете «Листок», которую я создал в 1999 году, за это время, то есть с марта 2014 года и почти до самого момента уничтожения «Листка» в апреле 2022 года, я лично, как учредитель издания, с соответствующей пометкой на правах заявления учредителя, опубликовал множество материалов на эту тему, от еженедельных сводок с данными об убитых и раненых до заявления генерал-майора Ивашова в январе 2022 года, предостерегавшего от полномасштабной войны. Меня обвиняют в клевете на армию России. В девятом томе уголовного дела, которое сегодня вы начали рассматривать полтысячи страниц осмотров официальных сайтов Организации Объединенных Наций, Совета по правам Человек Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, АБСЕ, уважаемых международных организаций, чьи официальные представители подтверждают, что то, в чем меня обвиняет представитель прокуратуры, это не клевета, а горькая правда. В случае уголовного обвинения, время доказывания на следствие. По делам о клевете, следствие должно установить, доказать четыре момента, что сведения были распространены, что сведения были распространены именно обвиняемым, что сведения являются ложными и, наконец, что на момент распространения лицо, распространившее обвиняемые сведения, достоверно знало, что эти сведения ложны. Следствие, полагаю, доказало надлежащим образом лишь то, что инкриминируемые мне сведения были опубликованы. То, что эти сведения являются ложью, следствие даже даже не пытаются доказать, просто приводят официальные заявления Министерства обороны России, объявляя их истинно в последней инстанции, а любую противоречащую этим заявлениям информацию – ложную. То, что эти сведения являются заведомо ложными для распространившего их лица, следствие вообще никак не пытается доказывать, как будто слова «заведомо» нет в инкриминируемом мне статье Уголовного кодекса. Позиция обвинения основана на якобы имеющейся у меня обязанности регулярно изучать брифинги Министерства обороны России и на запрете сомневаться в их достоверности. Более того, следствие не установило даже того, кто именно распространил инкриминируемые мне публикации. И, наконец, даже если бы действительно была распространена заведомая ложь для привлечения к уголовной ответственности, необходимо было бы установить, было ли при этом превышение пределов крайней необходимости и обоснованного листа. Поскольку цель инкриминируемых мне публикаций, на мой взгляд, очевидна. Спасение людей от соучастия в противоправных деяниях в отношении жителей соседней страны и от последствий такого соучастия – гибели, ранений, разрушения психики и заучастие в боевых действиях. Я не признаю вины. Полагаю, что я должен быть оправдан, а лица, уже второй год содержащие меня под стражей, привлечены к уголовной ответственности, так как их умысел, направленный на воспрепятствование моей законной профессиональной деятельности, как журналистка, очевиден. Также я полагаю, что должны быть привлечены к уголовной ответственности лица, спланировавшая, развязавшая и ведущая уже второй год в интенсивную и агрессивную войну против Украины. А война малой интенсивности идет, извините, пожалуйста, уже 10 лет. Начиная с марта 2014 года, начиная с незаконной, нарушающей нормы международного права, аннексии Крыма. Но тогда просто не было погибших. А сейчас погибших, насколько я понимаю, уже на 10-е аурганистанские проводятся. Это было последнее слово алтайского журналиста Сергея Михайлова на суде по его делу о так называемых фейках о российской армии. Хотя машина по рассмотрению дела о фейках и о дискредитации армии работает в России на полную мощность уже довольно давно, продолжаются попытки добиться признания неконституционной статьи о дискредитации армии в административном кодексе. Напомню, что повторное нарушение этой статьи ведет к возбуждению уголовного дела. В Конституционный суд России были поданы по этому поводу в общей сложности 23 жалобы, 13 из которых Конституционный суд уже отклонил. Вот что рассказывает юрист проекта ОВД-инфо Виолетта Фитцнер. Вот это обращение – это некая коллективная жалоба или отдельно кто-то подавал жалобы по поводу конституционности или неконституционности статьи о дискредитации российской армии? Мы, получается, в ОВД-инфо вместе с другими правозащитниками, то есть в рамках такой большой коалиции, вместе с Мемориалом и Руси сидящей, и другими адвокатами, в апреле мы подали несколько жалоб, точнее 23 жалобы в Конституционный суд, где просили признать статью 23 Коапера о дискредитации неконституционной. Эти все 23 человека были привлечены к ответственности за выражение антивоенной позиции, и в основном это были самые обычные люди, которые просто выходили с плакатами для того, чтобы высказать свое мнение. В результате Конституционный суд как-то объединил эти жалобы и вынес определение, так сказать, общее определение по всем этим жалобам? На самом деле нет. Мы надеялись, что так и будет. Мы подавали их по отдельности, просто потому что так было логистически проще, но мы надеялись, что Конституционный суд их объединит и вынесет одно большое постановление, в котором он изложит свою позицию. Но Конституционный суд решил пойти по более легкому пути и не рассматривать подробно это дело, потому что он посчитал, что при таком предварительном анализе очевидно, что статья 23 не неконституционна, то есть она полностью соответствует Конституции, и в связи с этим Конституционный суд просто вынес отдельно 13 определений, то есть не по всем еще делам, еще 10 дел находятся в Конституционном суде, но мы полагаем, что их ждет такая же судьба, потому что текст у всех определений, этих 13 определений одинаковый, то есть мы полагаем, что остальные, которые просто чуть позже были поданы нами, была разница в днях. Так что я думаю, что да, Конституционный суд в течение нескольких недель выложит остальные 10 определений, которые будут просто идентичны тому, что мы уже сейчас имеем. И как Конституционный суд России мотивирует свою позицию? Когда вот начинаешь читать эти определения Конституционного суда, ну, можно сказать сразу, что они совершенно позорные, и когда начинаешь читать, понимаешь, что эти определения, это вообще, они написаны не для людей, в них нет никакой юридической позиции, ничего. Это совершенно точно такие идеологические тексты, которые написаны для идеологических лидеров, потому что в начале мы в своих жалобах писали, что вот в Конституции закреплен принцип о том, что права и свободы человека и гражданина – высшая ценность. Мы делали на это фокус. А в своем определении Конституционный суд пишет о том, что государство – это конституционная ценность, то есть вот насколько искажение происходит. А также в своих жалобах мы писали про то, что статья 23 нарушают многие базовые права, включая свободу слова, а в этих определениях почти ни слова нет, очень мало есть каких-то позиций относительно прав человека, зато там написано, что защита Отечества – это долг гражданина, это не просто юридическая обязанность, а долг. И все вокруг этого и крутится. Там на самом деле очень много есть интересного, о чем можно поговорить, но, наверное, есть два таких основных тезиса, до которых стоит обратить внимание. Первый тезис – это о том, что Конституционный суд решил, что в России у людей нет прав, чтобы как-то сомневаться в целях специальной военной операции в России. То есть если ты выходишь с плакатом или где-то пишешь, что вот я считаю, что это не специальная военная операция, а война, это агрессия или что-то еще, то есть сомневаешься в целях, то это запрещено. За такие высказывания ты можешь быть наказан. И Конституционный суд четко определил, что вот за такие высказывания, где ты ставишь под сомнение цели спецоперации, это считается нарушением Конституции. То есть опять такое искажение, что мы в своих жалобах писали, что вот статья 23 нарушает свободу слова, потому что она запрещает критику, связанную с войной, и вообще какие-то все антивоенные убеждения и высказывания, и поэтому она нарушает Конституцию. А в этом определении суд пишет о том, что нет, вообще-то эти антивоенные высказывания нарушают Конституцию, потому что вы сомневаетесь в целях специальной военной операции, на которой закреплены конституционно, что органы государственной власти имеют право использовать вооруженные силы в соответствии с целями. А то, что они могут быть не в соответствии с целями и используются, это уже особо никого не волнует. Сомневаться в этом мы не можем. И второй момент о том, что Конституционный суд написал, что такие антивоенные высказывания, они носят накопительный эффект, и они оказывают негативное воздействие на работу вооруженных сил, то есть на решительность и на эффективность и мотивированность вооруженных сил. То есть фактически Конституционный суд посчитал, что да, когда люди выходят на протест, когда люди пишут свои мнения, высказывания по поводу войны и не соглашаются с этим, это мешает вооруженным силам выполнять свои функции, мешает вести войну. Это на самом деле поразительно, потому что многие эксперты и СМИ задают вопрос, а вот как вы думаете, могут ли люди на что-то повлиять, антивоенный протест вообще влияет на ход войны или нет. Но вот Конституционный суд считает, что влияет, потому что он считает, что да, антивоенный протест, антивоенные выражения негативно влияют на выполнение функций выраженными силами в Украине. Ну а хотя бы формально вот это решение Конституционного суда вы можете оспорить? Нет, это окончательное решение, его нельзя оспорить. Мы сейчас ждем последние 10 определений, но мы больше не можем работать с Конституционным судом. Мы исчерпали все возможные средства защиты в России, которые нам были доступны. И теперь мы будем обращаться в международные институции, в ООН, используя другие механизмы защиты, уже не в России. Юрист правозащитного проекта ОВД-Инфо Виолетта Фитцнер об отказе Конституционного суда России признать несоответствующей Конституции статью административного кодекса о дискредитации российской армии. Алексею Навальному Верховный суд России отказал сегодня в жалобе на правила внутреннего распорядка в исправительной колонии номер 6 во Владимирской области, где он сейчас отбывает заключение. Навальный требовал выдавать ему письменные принадлежности. Он подчеркнул в суде, что требует не привилегий, а соблюдения своих прав. Навальный выступал по видеосвязи, находясь в тюремной камере. Мы не говорим, что облучшили и условия содержания. Мы просто говорим по-басному, правильно? Человек имеет просто ручку в камере и без бумаги для того, чтобы реализовать свое право, написать жалобу, написать письмо, написать письмо в суд. Я запросил ничего. Все остальное, вся остальная пирамидная, она рассыпается, если у вас нет просто ручки в камере. Это был Алексей Навальный. Я понимаю, что качество записи его голоса неважное. Повторюсь, он выступал по видеосвязи, но хотя бы это заседание не было закрытым. На всякий случай повторю ключевую фразу Алексея Навального. Мы говорим о базовом праве человека иметь в камере ручку и лист бумаги, чтобы написать письмо или иск в суд. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».